Всем привет! Сегодня мы быстренько рассмотрим очень интересный пример, который по идее после определенных размышлений вам даст более углубленное понятие, что такое класс, а что такое объект. То есть какие между ними отличия, потому что некоторые новички могут путать и объекты называть классами. Вот, ну для примера давайте создадим наш класс какой-нибудь и назовем тест. Вот. Есть. Конструктор нам не нужен. И для этого в секции private опишем нашу какую-то переменную, член класса, value. И проинициализируем нулем. Далее. Создадим такую функцию void.fa, в которой cout выведем на терминал или консоль, что-нибудь. Название этой функции. Вот так вот. f.a. И endline. Есть. Итак, ну по названию видео и по названию проекта вы видите null to point to class. Вот. Ну, к этому мы сейчас подойдем. Вот. И это у нас класс. Да? Он описывает сущность нашего объекта. То, из чего состоит наш объект и какие функции применимы к объектам этого типа. Ну, и давайте создадим объект. Вот мы объект создали. Вот он. Для себя мы его назвали A. Так проименовали. Для компьютера это всего лишь будет какой-то адрес. И у A давайте вызовем функцию f.a. И запустим. Все ожидаемо, все хорошо. У нас есть объект A, объект B. И у каждого объекта мы можем вызвать эту функцию. И эта функция как бы будет обслуживать конкретный объект. Это мы уже знаем. То есть у этого объект 1 адрес, у этого 2 адрес. Теперь смотрите. А что же будет? Вот давайте. Если мы сделаем вот так. Возьмем 0. Дальше. Приведем его к указателю на объект типа test. И выведем и вызовем у этого объекта функцию f.a. Нажмите на паузу и подумайте. Либо не нажимайте на паузу, если вы уже знаете ответ. В любом случае, если знаете ответ, то мы сейчас увидим, вы правы или не правы. Что произойдет в этом случае? То есть давайте детально сначала разберем. Что такое 0? 0 это ничто. То есть в данном случае, если бы это было embedded, к примеру, здесь мог бы какой-то быть адрес на реальном устройстве. Вот. Мог бы. И значит, что компьютер делает, когда видит эту зависть. Он берет этот нолик, он думает, ага, этот адрес, ага, этот адрес нужно. То есть на самом деле вот этот адрес указывает на объект типа test. Значит, результатом этой операции будет указатель на объект test с вот этим вот адресом. Вот. И будет попытка, начиная с этого адреса, вызвать, то есть будет вызвана функция. И эта функция будет обслуживать, то есть работать с членами класса, который располагается, начинает располагаться, вот начиная с этого адреса. Вот. В данном случае у нас, давайте, рыбил сделаем, ни одного предупреждения нет. Код собирается. Теперь, выполнится ли он? То есть он запустится и упадет ли программа или нет, потому что мы ничто приводим к указателю на какой-то класс. Давайте запустим. Запускаем. И что мы видим? Все отлично. Все сработало. Странно кто-то может сказать, а кто-то для себя может сказать нет. Здесь все очевидно. Так вот, тот, кто думал, что все закончится плачевно, ошибался. И почему? Давайте разберем, почему так произошло. Почему программа не упала и все было корректно. Смотрите. Мы уже поняли. Результатом вот этой операции будет указатель на объект вот этого типа. Хорошо. Дальше. Что происходит дальше при вызове этой функции? При вызове этой функции у нас на консоль, на терминал выводится вот такое вот сообщение. Вот здесь, в этом коде нету таких участков, при которых бы возникло неопределенное поведение. То есть программа упала бы. Почему нет? А только потому, что у нас нету доступа к каким-либо членам класса. Соответственно, здесь никаких падений не будет. То есть давайте для примера сделаем функцию fb. Вот fb. И вот здесь попытаемся вывести наше значение mValue. И сделаем то же самое. И запустим. Запустим. Давайте пересоберем. Давайте точку останова я еще поставлю. Вот так вот. И запустим. Функция эта отработала. А вот здесь у нас произошла неожиданность. А почему неожиданность? Теперь мы вспоминаем. Смотрите. This. Что такое this? This. Это обычно содержит адрес того объекта, который вызвал эту функцию. Теперь смотрите, что в этом случае происходит. Вот есть нолик. Так вот, this в данном случае содержит ноль. И компьютер, что он пытается сделать? Он пытается ноль, то есть начиная с адреса ноль, плюс смещение ноль, доступиться, короче, к нулевому адресу. Но по факту этого сделать нельзя. То есть объекта реально нет. То есть здесь доступа к внутренним членам нет. Поэтому все происходит хорошо. К примеру, если бы у нас было вот так вот. А, пульс и Б. То, что бы делал, что компьютер видит? Компьютер видит, то есть вместо вот этого mValue А, это мы для себя пишем. Для компьютера это будет this, то есть еще раз вспоминаем, плюс ноль. То есть смещение, да? Разыменовывается, то есть мы доступаем доступ к этой ячейке, разыменовываем ее и выводим. То есть давайте сделаем вот так вот. Что в этом случае? Есть this и плюс не ноль, а какое смещение. В данном случае перемена это занимает 4 байта. Значит, value B через 4 байта. Вот, делается вот так. И выводится это значение. Вот, что грубо говоря, как это выглядит для компьютера. Соответственно, идет попытка доступа к нулевому адресу, попытка сместиться, то есть получить значение ячейки, а это та область памяти, которую читать вообще нельзя. То есть не читать, не писать. Соответственно, происходит какое-то падение нашей программы. Ну, давайте попробуем что-нибудь там 0x, там, ff, раз, два байта, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, восемь. Вот, вот так. Ну, это так, играем наугад. Попадем мы в ту область памяти, которую можно писать или не попадем. Не попали. Давайте посмотрим какую-то переменную на стеке. Ну, к примеру, смотрите. Объявим какую-то переменную a. Равно 90. И теперь давайте вот эту вот a возьмем адрес у нее и приведем к указателю на тест. Как вы думаете, что в этом случае будет напечатано? Давайте проанализируем сначала. Есть объект уже, у него есть какой-то адрес. Мы берем этот адрес и приводим к указателю на тест. Соответственно, функция b будет что делать? Она получит адрес, то есть this будет реально хранить адрес вот этого объекта. И, 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 и мы по факту выведем вот это вот значение 90. Давайте запустим. И что мы видим? 90. Все так, как ожидалось. Так, это что у нас? Это какая-то ерунда. Вот. Соответственно, я думаю, что-то уже допрояснилось. Что такое this? This это адрес реального объекта, который вызвал эту функцию. Вот. Соответственно, ничего страшного вот в таком нет. Ну как, это незаконно. Незаконно. И это может приводить к неожиданным результатам. Но. Все в нашей жизни бывает. И порой нужно исхищряться даже вот подобными такими способами. Вот. То есть, это аналогия. Вот эта функция fa. Она, ее можно провести аналогию с статической функцией. То есть, доступа к членам класса нету никаких. Но нужно вызвать эту функцию, к примеру, не создавая объект. Это делается вот так вот. Вот. Поэтому, поэтому, я думаю, на вот этом можно уже закончить. То есть, если привести ноль к указателю на какой-то класс, то есть, к указателю на какой-то объект, какого-то типа, в данном случае тест, и вызвать функцию, то, если нету никаких обращений к this, то код вполне рабочий, и поведение будет ожидаемо. А в этом случае поведение не ожидаемо. Точно так же вы можете, к примеру, проэкспериментировать с long. Long. Long, по идее, у нас вот здесь занимает 8 байт. И давайте в 16-ти ричной системе сделаем следующую запись. 1 байт, 2 байт, 3 байт, 4 байт. 1, 2, 3, 4. Вот. И приведем, возьмем адрес у нашей A и вызовем функцию fb. И запустим. Что мы получили? Сейчас мы получили ноль. Отлично. А теперь, давайте поменяем наоборот. То есть, смотрите, опять-таки, что здесь произошло? Взялся адрес этого объекта, и первые 4 байта, вот они, были взяты, потому что данная функция берет этот zys, берет адрес и думает, что вот первые 4 байта, это вот это вот значение. Совершенно справедливо оно думает. Теперь давайте сделаем вот так. здесь выведем B. В данном случае, давайте, давайте, чтобы было понятно, раз, два, три, и, 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 ноль, а. В данном случае должно быть, выведется, вывезется 0 и 10. Ну, а в 16-ричной системе, это десяточка. Так, выполняем код и смотрим результат 0, 10. Как вы видите, понимая вот это, что такое zys, что такое функции, как бы, что такое объекты, что такое классы, вы можете таких участков кода не пугаться, и можете сами их использовать. Вот. Надеюсь, что-то да, прояснилось. Поэтому, если что-то не так, то перемотайте, либо же задавайте вопросы в комментариях. Вот. Поэтому, кто еще не подписался, подписываемся, чтобы не пропустить самое важное. Жмем колокольчик и комментируем, конечно же. Вот. Всем спасибо за внимание. Всем пока.